Островком свободы в море несвободы называют этот храм Вожжаевской исправительной колонии. Он появился здесь больше пяти лет назад. Строили, что называется, всем миром. Заготавливали кирпич на заброшенных военных каких-то частях, складах. Он привозили сюда, на машинах в колонию кирпич заходил. Здесь осужденные очищали его, придавали ему, так сказать, рабочий строительный вид. Расписывали храм, вы видели, наверное, внутри. Тоже осужденные. Проводить службы сюда приходит настоятель Вожжаевского прихода Иерей Олег. За несколько лет он покрестил около 600 заключенных. И это не первый храм, который построили по инициативе отца Олега. Возведению новой церкви в самой Вожжаевке сейчас мешает земельная неразбериха. Везде нужен храм. Первый у человека должен быть, даже если взять заповеди. Первая заповедь – возлюби Бога, а потом уже все остальные заповеди. Если не будет храма, значит не будет любви Бога, не будет любви ближнему своему. В селе, где живут около 7 тысяч человек, есть маленький храм. Всех желающих присутствовать на службах он не вмещает. Поэтому решили расширяться, организовать церковное подворье, духовный центр села с общественной трапезной, сиротским домом, воскресной школой и новым храмом. Его фундамент уже готов. Мы, если обратим внимание на восточную часть, это святая святых, там заложены святые мощи, освещены фундаменты. Это алтарная часть. Изначально церковнослужители предполагали, что эта земля частная. Ее собирались купить. Внесли залог – 150 тысяч рублей. Но хозяин участка никаких правоустанавливающих документов взамен предоставить не смог. Землю жителю Вожжаевки сельсовет выделил еще в 90-е под строительство дома. Собственность хозяин ее не оформил. Дом здесь так и не построили, на территории есть только гараж. Поэтому районная администрация посчитала возможным выделить этот же участок под строительство храма. Все правоустанавливающие документы на этот земельный участок по строительству дома и даже по строительству гаража у него никаких нет. Потому что он бы предоставил кадастр и собственность. Тогда бы уже другой разговор был. И, по-моему, администрация Белогорского района бы не пошла на то, чтобы выделили земельный участок именно по строительству храма. Однако прежний хозяин земли с этим не согласился и обратился в суд. Евгений Богомолов хочет, чтобы его признали собственником земли. Давать интервью нашей телекомпании Евгений Богомолов не захотел. Но пояснил, оформлять землю в собственность было его правом, а не обязанностью. А межевание участка, которое позволило отдать землю под храм, проводилось с нарушениями. Землю он собирается продать за 400 тысяч рублей. Тоскливо смотреть на таких людей. Тоскливо по той простой причине, что они не думают о том, что их ждет за гробом. Как же требовать с матери, церкви, какие-то там, скажем, деньги. Это же, вот мы же собираем деньги, это жертвы народа. Это жертвы матерей, детей, вдов, сирот. Ин суд божий, а ин суд человеческий. Очередное заседание по этому делу состоится в начале ноября. Когда ждать решения суда, пока никому не понятно. Возможно, в новом храме уже будут проходить первые службы, когда все-таки выяснится, кто хозяин святой земли. Наталья Храмова, Иван Черных, Альфа Новости. Субтитры создавал DimaTorzok